По многочисленным просьбам еще одна песня, обладатель настолько неприличного видео, что я даже не знаю, как его иллюстрировать здесь. Хит 2004 года «Call on me» шведского диджея Эрика Прица. Кстати, почти все, что вам пересказывают многочисленные музыкальные блогеры, это не очень грамотный перевод одной единственной статьи в интернете. Так что вот вам история, которую я услышал из уст самого Эрика Прица. Когда родители умилялись, наблюдая за усердными занятиями маленького пианиста, они и представить себе не могли, что всего через какие-нибудь несколько лет Эрик попадет в исправительную школу за кражу компьютеров. Хотя сам Эрик утверждал, что компьютер в школе он не крал, а лишь взял взаймы, поскольку его компьютер не справлялся с программой для записи музыки. В конце концов, пройдя путь от пианиста-преступника до мультиинструменталиста, в конце 90-х он открыл для себя такое чудо, как диджеинг. При этом, поскольку у Эрика была и остается одна неприятная особенность, он боится летать на самолетах. Как он однажды признался, переезд в Лос-Анджелес проходил практически под наркозом. А потому он, в отличие от своих коллег, максимум времени проводит не на гастролях, а на студии. И вот в 2004-м, поспорив с друзьями о том, что, по его мнению, 80-е стремительно возвращаются, Эрик перебирал старые пластинки и нашел вот эту песню. Композицию Стива Уинвуда в «Валерии». Эрик взял третью строчку припева «Call on me», а за ней поставил вторую строчку припева тоже «Call on me», как завершающую. Почему он решил избавиться от имени Валерии? А чтобы остальным девушкам с другими именами этот трек тоже был интересен. С трепетом, готовый даже к отказу, Эрик Притц отправился с демо-версией к Уинвуду за разрешением на использование сэмпла. Но к приятному удивлению Эрика, Стиву настолько понравилась идея, что он даже совершенно бесплатно согласился заехать на студию и заново переписать вокал специально под ремикс, поскольку тогда, в 1982-м году, технические возможности были намного скромнее. Ну и разумеется, когда все хорошо, непременно какой-нибудь подвох да появится. Поскольку договор на передачу прав заключался издательством Ministry of Sound исключительно в интересах их клиента Эрика Притца, Стив Уинвуд проглядел пункт, в котором было указано, что упоминание его Стива Уинвуда имени не обязательно. Поэтому всюду трек и подписан Эрик Притц «Call on me» и никакого Стива Уинвуда. Ну а новая музыкальная история уже завтра здесь, на канале «Откуда ноты растут».